Здравствуйте! Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Philips Philips Xenium W8555. Давайте посмотрим, что входит в его комплектацию. Сам смартфон. Аккумулятор. Емкость 3300 мАч. Защитная пленка. Гарантийный талон. Руководство пользователя. Стереогарнитура с разъемом 3.5 и наушники-таблетки. Кабель microUSB. Зарядка с выходом USB. Соответственно, током зарядки 1.2 А. Сам смартфон представлен в стандартном форм-факторе моноблок. Имеет металлическую бронзового цвета рамку по периметру. Фронтальная часть у нас здесь. Фронтальная камера 2 Мп. Датчики, акселерометр, приближение, освещение. Три сенсорные клавиши, динамик. С правой стороны у нас кнопка энергосбережения, кнопка включения. Слева качель громкости. Сверху у нас выемка для снятия задней крышки и разъем 3.5. Снизу микрофон и выход microUSB. Сзади у нас основная камера с автофокусом 13 Мп. Со вспышкой и дополнительным микрофоном. Внизу есть специальное отверстие для динамика. Крышка задняя матовая, темного цвета. Ближе к черному. Крышку аккуратно открываем, так как здесь зубчики по краям. Здесь у нас сразу видим два слота для сим-карт, они стандартного размера. И слот для microSD. Вставляем аккумулятор. Включаем телефон. Пока включается, коротенько расскажу о нем. Сам телефон здесь диагонально с 5 дюймов. Основан он на четырехъядерном процессоре. Полтора тысячи мегагерц. Встроенной памяти 16 гигабайт. Доступно около 11 для пользователя. 2 гигабайта оперативной памяти. Поддержка карт до 32 гигабайт. Основная камера 13 мегапикселей. Фронтальная 2. Аккумулятор здесь 3300. Максимальное время разговора до 18 часов и 9 часов веб-серфинга. Время ожидания 950 часов. В принципе, телефон получился очень удачный. Разрешение дисплея здесь Full HD 1080 на 1080 на 120. Видно по картинке, насколько сочная, точная пикселизация здесь нет. Здесь используется TFT-матрица, что позволяет преподнести пользователю прекрасную цветопередачу и хорошие углы обзора. Итак, предустановленные здесь у нас программы Google Chrome, Gmail, Kingsoft Office, MCMI Mobile, ноутбук, Opera, Play Market. Также Radeon. Все стандартные андроидские приложения. Кошелек, также резервное копирование, настройки. Значит, в быстром доступе у нас здесь режим полета, проценты батарейки, беспроводные сети Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передача данных, график передачи данных, профили звука, яркость, таймер отключения, автоповорот. В самом меню у нас вначале идет беспроводные сети управления SIM-картами, Wi-Fi, Bluetooth, передача данных. Еще здесь у нас режим полета, VPN, модема. Также можно разрешить обмен данными при совмещении телефона с другими устройствами, Android Beam, мобильная сеть и совместное использование с Windows PC интернетом через USB кабель. Следующий раздел устройства. Здесь у нас профили звука, соответственно, общий, без звука, совещание, улица. Также система улучшения звука для наушников. Любое, соответственно, из этих профилей можно настроить и также добавить свой. Следующий раздел у нас идет дисплей. Здесь уведомление блокировки экрана, сцены, темы, обои, автоповорот, яркость. Можно поставить автонастройку или поставить вручную. Также заставка. Размер шрифта идет от мелкого до огромного. Спящий режим. Выставляется от 15 секунд до 30 минут. И беспроводная сеть и дисплей. Это позволяет данному аппарату поддерживать беспроводное вещание на дисплее, совместимый с стандартом Miracast. Что, в принципе, очень удобно передавать изображение. Память здесь, как я говорил, у нас идет 16 гигабайт. Разделено, разделено на два. Логический диск. Один под 2 гигабайта, другой под 12. Итого, в общем, доступно чуть более 12 гигабайт. Следующий раздел у нас идет батарея. Здесь можно выставить, чтобы были в правом углу проценты батареи. А также показывать, что больше всего разряжает. Подробный график. И так далее. Приложения здесь у нас показывают, какие установлены сторонние приложения, работающие на данный момент. И все. Телефон очень быстро реагирует. Сенсор прекрасно срабатывает. Далее идет раздел у нас личные данные. Здесь идет мое местоположение. Мы разрешаем приложением использовать данные о нашем местоположении по спутникам GPS или по координатам сети. Wi-Fi или мобильных сетей. Следующий раздел идет безопасность. Здесь блокировка экрана. Сведения о владельце. Можно зашифровать данные. Показывать пароли. Разрешить установку приложения из известных источников. Проверять приложения и надежные сертификаты и установка их с SD-карты. Следующий раздел идет язык ввод. Здесь проверка правописания, настройка клавиатуры, а также голосового ввода. Синтез речи и скорость указателя. Восстановление и сброс. Здесь стандартное резервное копирование данных. Аккаунт для резервирования автовосстановления. Также сброс DRM, лицензии и возврат телефона к заводским настройкам. Аккаунты. Здесь сохраняются ваши аккаунты. Социальных сетей, почтовых служб. Среди можно добавить и редактировать. Следующий раздел системы. Здесь дата, время. Поиск сети. Также формат даты и часов. Расписание, включение и выключение. Можно на каждый день. А также конкретика каких-то из дней. На целях сбережения энергии. Спецвозможности. Здесь толкбэк. Система для озвучивания. Жесты для увеличения. Крупный текст. Кнопка питания завершает вызов. Автоповорот экрана. Озвучивать пароли. Синтез речи. Задержка при нажатии удержания. И специальные веб-скрипты. И о устройстве. Здесь можно обновить систему. Посмотреть общую информацию. Что за модель. Версия Android S10 4.2.2. А также прошивка модуля. Версия игра и номер сборки. Так. Телефон. Прекрасный. Прекрасно смотрится. Хорошее разрешение дисплея. Видно невооруженным глазом. Удобно держится в руке. Не скользит. Быстрый. Очень отзывчивый. Был я своему. 4-х ядерному процессору. И 2 гигабайта оперативной памяти. Давайте посмотрим, как снимает камера. Напомню, она здесь 13-мегапиксельная. Довозьмем коробку. Специальный мелкий шрифт. Итак. Смотрим. Как вы видите, несмотря на то, что было фотографий под углом. Прекрасно читается текст. Четко видно. Никаких шумовых помех. Очень прекрасно. Далее посмотрим с вами. Встроен интернет-браузер. Конечно, благодаря 2-м гигамам оперативной памяти. Видно, что очень быстро все открывает. Ну, конечно, это зависит и от самого ширины канала интернета. Но, тем не менее, он открывает наш сайт за считанные секунды. Смотришь, здесь много картинок, анимаций. Прекрасно все. Подгружает моментально. Вот работает меню. Работает анимация. Все четко, быстро. Как будто я на компьютере. Посмотрим, что у нас делал обстоятельства с YouTube. Проверим еще раз углы обзора. Также посмотрим громкость телефона. Все началось с ее взгляда. Прикосновения. Ну, вот пока подгружается. Посмотрим. Видно, что картинка очень хорошего качества. С хорошей цветопередачей. Напомню, что я поставил цветопередачей не на максимум. Что ж, запас по яркости здесь есть. Достаточно хороший. Углы обзора здесь прекрасные. Не темнит. Не изменяет цвета. По громкости здесь достаточно хорошая громкость. По крайней мере, не сипит. И четко слышно средние частоты. Не пищит. Тихим его не назвать. Прекрасно. Передает цвета. Хорошая громкость. Прекрасный звук. Давайте посмотрим, что нам покажет Antutu Benchmark. Который предварительно установил, что нам покажет, какое быстродействие. Сразу видно, что аппарат добротно сделан. Он в руке как влитой. Хорошо держится, смотрится. Не чувствуется, что это лопата пяти дюймов. Он вполне нормально себя ощущает в руке. На нем удобно серфить. Это было видно сразу. Быстро загружается сайт. А также вся анимация. Плюс хорошие углы обзора и яркость. Что бросает сразу в глаза. Телефон сам по себе по толщине 10 миллиметров. Что, в принципе, нормально. Потому что он тоже не громоздкий, не кирпич. Ну и, конечно, оперативная память 2 гигабайт дает себя знать. Быстро открываются окна, сворачиваются. Быстродействие очень значительно чувствуется, скажем так. Плюс достаточно большой объем встроенной памяти и возможность расширения до 32 гигабайта. Неплохая камера основная. 13 мегапикселя, как и фронтальная, но с автофокусом, вспышкой. Также достаточно емкий аккумулятор. Т300 миллиампер часов. Не каждый пятидюймовый аппарат может похвастаться в 17 часами разговора. В принципе, я считаю, что телефон очень удался. С хорошими техническими характеристиками. Потому что ему спокойно можно выполнять все задачи, которые вы хотите. От просмотра, для игр и так далее. Плюс достаточно большая, конечно, батарейка и фирменная технология энергосбережения Philips. Сейчас идет тест 2D. Здесь мы смотрим переход цветов с холодного, с теплого в холодный. И наоборот. Сейчас будет тест 3D графики. Благодаря, опять же, стройные технологии NFC. Поддержка MasterCard PayPass. Возможно оплатить при помощи телефона. Что расширяет его возможности. Что будет достаточно удобно. И вывод беспроводного вещания. Итак, смотрим. 15697. Прекрасно. Можно подробно показать, что у нас дисплей по Full HD. 18920. Очень прекрасно, на мой взгляд, результат. От синтетики давайте перейдем к тестам в играх. Я скачал сначала простенькую игрушку. Солбый серф. Здесь основное, это, конечно, сенсор. Потому как начальный уровень достаточно легкий. А последующий здесь именно на реакцию и высоту. Нажатие на сам экран и обработка этих нажатий. То есть, примерно на большой скорости. Если персонаж, грубо говоря, вы нажмете ему присесть, а он не присядет, то игра превратится в нейротропку и будет, я бы говоря, неудобно. Сенсор прекрасно чувствует нажатие. Выполняет все, что я от него требую. Никаких сложностей с этим нет. Ну, как вы видите, все прекрасно работает. Отлично. Ну, первоначальная игру нормально прошел. Давайте посмотрим что-нибудь посерьезнее. Я скачал Real Racing. Значит, мощная игра. Она задействует наш видеоадаптер, ускоритель на полную мощность. А также нагрузит наш 4-х ядерный процессор и оперативную память. Здесь очень красочные машины. Компания EI Games. Со следами шум на асфальте. При пробуксовке вылетают мелкие частицы, как это видно. Это же очень красочная игра. Энергоемкая. Управление здесь на аксельнометре. Здесь много видов из кабины. От третьего лица. Я предпочитаю от третьего лица. Как вы видите, на заднем фоне много 3D-моделей. В данном случае растат. Он движется. Что-то заполняет. Создает дополнительную нагрузку на видеосистему. Как видно, телефон легко справляется с этой нагрузкой. Вот вылетают частицы при пробуксовке. Машина идет адекватно. К задней части прорисовки не глючит. Хорошо прорисована. И на хорошем расстоянии. Потому что когда видеосистем не хватает встроенной памяти, она подлагивает и не полностью прорисовывает задний фон. И вперед тоже дальность. Не сильно велика. Как здесь мы видим, этого нет. Прекрасно все видно. Графика не лагает. Свет солнца отражается на нашем заднем стекле. Телефон прекрасно справляется. И полностью придает атмосферу гонки. Ну что ж, мы с вами увидели прекрасный телефон. Который полностью показывает все возможности. Действительно быстрый, мощный, интересный, удобный. А также его фирменное энергосбережение. Здесь можно узнать как поиски режим, так и по умолчанию. Что позволит вам как можно дольше находиться в сети. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Комментируйте. Задавайте вопросы. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.